Здравствуйте, друзья! У нас в студии человек, бывавший уже тут, и его спутница жизни, которая еще у нас не бывала. Значит, ну, представляете, давайте со спутницы начнем. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Аня. Я только приехала сюда, в Калифорнию, с Норфтокода переехала. Здесь пока мне очень нравится. Как давно переехал-то? Ну, где-то, наверное, месяца полтора уже, в принципе. А откуда вы родом, Ханечка? С Украины. Откуда? Житомирская область, город Андрушевка. Андрушевка? Да. Это хоть где? Это... 30 километров от Черняхова. Откуда вы родом? Ну, хорошо, это не я, но мой папа из Черняхова. Хорошо. Так. Мы с Сережей из одного города. Да вы что? Да, он мой сосед почти. Там еще остались девчонки-то хорошие? Да, у нас много очень красивых таких. Приезжайте. Да. Забирайте. Ну, я тоже. Я из Киева взял, из столицы. Хорошо. Значит, давайте с Сергеем. Вы у нас как давно снимались-то? Последний раз, когда шел на практику, это где-то было в январе, где-то 26-го, 24-го. А первый раз? А первый раз как только поступал, где-то 8-го, 9-го ноября. Ноября. Значит, Сергей привез вот эту шляпу, которую ему помогла приобрести Анечка, да? Да. Вот. Это фирма Stetson. Хорошая вещь. Вот. Я специально на них вот одел так, чтобы они были декорированные такие. Значит, не то, что она все время в веночке ходит. В Житомирской области ходит так или нет? Ну, не постоянно. Иногда по праздникам можно. Да. Ну, хорошо. Значит, итак, приехали вы в ноябре. На практику пошли, вы сказали, когда? В январе. В январе. Да. Это вы с Наташей, что ли, были с Квик, нет? Нет. Она в следующей группе была. Но тоже в той же компании были? А, нет. Нет. Хорошо. Вы прошли практику. София мне сказала, что вы на рынке были буквально меньше месяца, пока нашли работу. А что, у вас практика так долго была? Или почему вы спустя 4-5 месяцев начали искать работу? Честно сказать, история длинная. У меня практика должна была быть 6 месяцев. Но у меня разрешение на работу закончилось через 3 месяца. И по ошибке нашего адвоката мы не обновили разрешение вовремя. Поэтому я сидел где-то 2 месяца без работы. Сначала я думал, что вот-вот придет оно, вот-вот. Поэтому начал искать работу еще в конце апреля. Я-то помню, я же вас видел на рынке, я когда в DICE иду смотреть, как рекрутер, я помню ваше резюме. Я думаю, что-то он где-то у меня задержался или тропал куда-то или что-то. Да. Ну, я пошел на рынок, вышел в апреле, сразу же буквально через, не знаю, неделю-полторы нашел работу. Но, слава Богу, что у меня тогда не было разрешения. И они меня взяли, но они не дождались, потому что они две недели ждали. Потом компания сказала, извините, нам уже кто-то сейчас нужен, поэтому... Вопрос. Вы работу нашли географически где? Здесь, в Сан-Хосе. Эту первую еще. Первую. А что вам там предложили? Там предложили 27 долларов в час, более-менее на маленькие инженер позиции. Ну, там не было automation какой-нибудь? Нет там, нет, не было. Хорошо. Дальше вы были вынужденным простоем. Да-да, сидел дома, учился два месяца, можно сказать. Хорошо. Потом вы пошли искать работу уже в июне, в первых числах. Да-да, 9-го я начал активный поиск. Хорошо. Вы искали локально или искали по всей стране? Честно сказать, начинал по всей стране, но чем дальше, тем больше я менял свое мнение о том, что нужно приезжать и решил остаться здесь. Где-то плюс-минус, не знаю, 5-10 дней я все меньше и меньше отправлял резюме в другие регионы, как Чехаго, Денвер. Но в итоге все-таки вы ее нашли в другом регионе? Ну, Лос-Анджелес, я бы не искал. А рядышком. Я искал по местности, да, или в Дарении, или в Лос-Анджелесе. Хорошо, но вам ручку там позолотили как-то? Ауле. Ну, то есть лучше, чем 27? Конечно. Плюс еще Лос-Анджелес там все подешевле. Да. То есть эти два месяца не прошли для вас даром с точки зрения вот того, что называется маркетабиллити ваша? Да, да. С точки зрения нахождения работы, у вас нет ощущения, что искать там, получить работу где-то легче, чем вот тут? Ну, я даже не знаю. Зависит, в принципе. Ну, вы и здесь успешно там за неделю получили первый оффер. Ну да, как бы так как-то повезло. Давайте вот что, скажите, может быть, пару слов, как вы ищете работу, потому что вы как бы пример такого серийного успешного поиска работы. Значит, вот ваша серийность вот эта. Как вы ищете работу? Вы что делаете? Ну, отправляем очень много резюме и работаем над своими знаниями. Это параллельно, я согласен. Но вот давайте мы про отправляю резюме. Сколько отправляем? В неделю? Ну, я не скажу неделю. Скажем, за весь период, вот с девятого, начиная с девятого, я где-то уже 300-400 резюме отправил. Значит, за 20 дней вы отправили 300-400 резюме. То есть, на самом деле, даже если вы отправили 400, то вы отправляли аж 20 резюме в день. То есть, если по 50 пуляют. Вы как-то очень избирательно это делаете? У вас есть какой-то критерий четкий, куда слать, куда не слать? Как вы решаете? Ну да, какие позиции, я смотрю по job description, какие позиции более-менее подходят под мои знания? Как вы решаете, подходит или нет? Ну, смотрим по годам опыта и по требованиям. Если там нужно 5 лет программирования на Java, конечно же, у меня их нет. Так. Если там нужно nice-to-have, скажем, программирование на Java, на Python, тогда нет. С вашей точки зрения, уровень доверия какой должен быть к тому, что люди пишут своих requirements? То есть, мы их принимаем прямо at face value, да? Вот что пишут, то и понимаем. Или там есть какая-то недосказанность, какой-то потайной смысл? Типа, приходи, какую хочешь. Ну, конечно же, есть такое, как вы рассказывали, по-моему, на видео, рекрутеры и даже сами компании чуток добавляют, скажем, если позиция вообще manual, не нужно делать автоматизацию. Да. Они все равно напишут, желательно иметь какой-то experience с автоматизацией. И вот если этот experience там один теряет 2-3 года, тогда, можно сказать, это все просто нарисовали. И на эти позиции можно отправлять. А если там 3-5 и выше лет, тогда туда можно не подаваться даже. Ну, скажем, с моим опытом. Хотя, я бы сказал так, туда можно подаваться тоже, но вероятность меньше. То есть, это все статистический процесс. То есть, тут мне пришел кто-то вчера и рассказывает, вот какой-то мальчик есть, который у нас тут наш студент, который не мог сдать тесты наши, пройти там, мог, клиренс. То есть, вот наши выходные тесты на выходе из школы. Вот. Но кто-то ему там, какой-то приятель написал ему резюме там на 7 лет опыта. И его взяли в Apple. Тут же там, понимаешь? И я… То есть, всякое бывает. Да, согласен. Я-то стараюсь, чтобы они хоть знали что-то. Поэтому они у нас тут вот гоняем, чтобы тесты прошли. Вы сдавали МОК и клиренс? Честно сказать, нет. Честно сказать, я не успел. Я вырвался так, побыльку на практику. То есть, вы оказались на практике, как бы со студенческой скамьи. Вы не успели толком пройти финальные тесты? Да. Я как раз перед финальными тестами. Я просто еще очень много дома учился. Я, как бы, в школе и сразу шел домой. Еще дома учился с ребятами. Поэтому вот меня такие отправили. Ребята, с которыми вы учились. Вот вы full-time группа, да? Да. У вас там было, допустим, 30 человек, 35 может быть. Если на них посмотреть, вот вашим взглядом. Там были люди, которые как бы изначально шли по пути в никуда. Вот, допустим, не занимались. Как-то считали, что все с собой случится. Было пару человек. Ну, то есть, немного. Да, да. В общем, только пару. Хорошо. И чем кончилось у них? Неизвестно еще? Ушли. Ушли куда-то, да? Ушли из клея пути. Понятно. Ну, хорошо. То есть, все-таки важно... Хорошо. А те, кто... Давайте так. Вот если человек все хорошо делает, вот он занимается, он старается, он что-то... Какая вероятность, что у него не получится? Вероятность маленькая, конечно же, она есть. Потому что не только зависит от знаний. Ну, как бы, если у человека есть много знаний, его должны взять. Рано или поздно его возьмут на работу. Но есть еще такой факт, как personality. Да. То человек есть, который тоже играет большую роль. Да. Тоже нужно, кстати, нужно еще уметь о себе хорошо рассказывать, потому что если человека нельзя вытянуть слово, он даже там хороший программист, но с него слово не вытянешь. Да. То есть, это много факторов задействовано, конечно. Да, конечно. Ну, что же. Хорошо, Анечка. Вы, вот, наблюдали за ним со стороны. Да. Как вы пережили разлуку? Ну, тяжело было, но я жила со своим братом, так что все не было так плохо. Маленький братик или большой? Ну, он меньший, но побольше. А как вы в Америку попали-то вот с братом? Я первая приехала, а потом мы ему помогли приехать сюда, а он сейчас на ферме работает в Новотокоте. То есть, у него такая виза, которая для работы на ферме? Да. Ну, это сначала все так приезжает, а потом… Легализует? Да. Так. Вот Сережа теперь уже… Вы регализованная? Ну, мы в процессе сейчас. В процессе. Так, вы оба в процессе. Да. Хорошо. Так, ностальгия не мучит вас? Домой. Ностальгия, когда домой хочется? Домой. Ну, если честно, сначала очень тяжело было. Мне кажется, для девочек это тяжелее, чем для мальчиков. Ну, да, но сейчас уже как-то привыкла. С мамой по скайпу каждый день разговариваю. Так, у вас у мамы двое? Да, и мы обоим здесь. И вот раз и все. Мама, мама думает, кто? На старости лет кружку поднесет. Ну, мама с папой там сейчас как на отдыхе без нас. Слушайте, у вас родители же молодые, небось? Да, молодые. Чем занимаются-то? Мама работает в пенсионном фонде, а у папы… У него бизнес свой. То есть она на госслужбе? Да. А папа, значит, бизнес делает? Да. Ну, как там бизнес? Можно, нормально делается? Ну, сейчас в такой ситуации в Украине не очень, конечно. Но жить можно. Жить можно, да. Мы здесь стараемся им помогать. То есть вы в состоянии родители материально подкинуть челюсть? Ну, конечно, да. То есть можете. Хорошо. Ну, что же, такая жизнерадостная прям. Но вы переживали за него, вы как-то… Сомнения были? Думаешь, вот сейчас поедет и раз, и ничего. Ну, не знаю. На видео я ваше смотрела, все было хорошо. И я знала. Ну, думаю, вот все пускай будет так хорошо, как и на видео. Ну, то есть… А то, знаете, что говорят? Вот говорят, что я успешных снимаю, а которые не успешные, значит, вот я их прячу. Ну, может, тогда надо и не успешных тоже. Так я бы с радостью. Они не приходят на видео. Они не приходят. А хорошо. Вот вы скажите, допустим, вот в той группе, в которой вы были. Ну, вы сказали, да, что там двое куда-то делись, там они дропаут такие. Да? Но из тех, кто вот доучился там и так далее, вот какой процент, может сказать, что успешные? Ну, я бы сказал плюс-минус 85% ближе к 90% успешные. Ну, вы были в фулл-тайм-группе. Да. Я хочу сказать, что у нас статистически, у нас там 82% рекорд наш за прошлый год, там, плейсмент. Но дело в том, что фулл-тайм вот ваши вот эти вот, поскольку в основном люди приезжают через всю Америку, и они тут живут в всяких условиях, там, может быть, боевых там и так далее. То есть их уровень подготовленности, коммитмента, вот боевого духа и так далее, то есть способности пробиваться, значит, намного выше, чем вот, скажем, вот тут люди живут, и вроде там, вот у нас очень много таких, что муж-программист, там, вот девчонки приходят, он там свои 120 тысяч получает, она так уже лет пять не работала, потом она, вроде ей хочется, а вроде ей не горит, там, и не дымит. И вот они так некоторые, ни шатка, ни балка, поэтому они статистически, конечно, не такие крутые, как вот, допустим, ваша группа, где вы говорите, там, 90-х. Ну, да, конечно, конечно, то есть это отобранный контингент, можно сказать. Да, ну, действительно, человека. Ну, что же, а вот, а пока вы учились, вот у вас были какие-то сомнения, думаешь, боже, может, я не туда приехал, а может, нас не там учат, а может, работы нет? Ну, скажем, есть такие люди, которые сразу не находят работу, и у них появляются негативные мнения, вот, от них я слышал негатив, но все равно как-то я по жизни настроен позитивно, поэтому… А как сразу? То есть, допустим, вот он говорит, если там Сергей за неделю нашел, так и я должен за неделю, а если там… Подождите, а что очень негатив? Ну, вот люди вокруг находят, да, мы же видим, что вокруг люди массово находят работу. Да, да. Поэтому откуда возьмется ощущение, что работы нет, Как бы работа есть, просто некоторых занимает это больше времени, скажем, мне повезло, я быстро нашел, некоторые мог за два месяца. У нас был парень, который вот недавно, я помню, он два месяца искал, но он нашел там на 90 с лишним тысяч. Бывает? Да. И я думаю, так оно неплохо, а так нашел бы за месяц на 62, понимаешь? Да. И так бы и сидел. Но существенно, что он два месяца искал работу. Мы с ним несколько раз встречались и пытались понять, что у него не получается. И я смотрел, и у него было все нормально, понимаешь? Вот мне не в чем было его там упрекнуть, мне не в чем было подкорректировать то, что он делает. Понимаешь? Я смотрел, он идеально все делал. Заняло два месяца. Бывает? Да. Но единственное, что у него было, и вот я пытался его перебедить, он все время как бы такой дискаунт себе делал на то, что он знает. Ему говорят, вот это знаешь? Он говорит, ну так немножечко. А вот это знаешь? Он говорит, ну почти не знаю. Знаешь? Я говорю, ты так не знаешь? Я говорю, ты что мужик? Я говорю, как же ты так? Да. Можно вот так говорить? Тут не знаю, там не знаю. Или надо щеки надувать? Вот вы... Нельзя, конечно. Нужно даже чуть-чуть добавлять. Знаю, а даже если не знаю, тогда узнаем. Знаю праву. Ну да. Ну хорошо, то есть надо какой-то такой... Энергетика должна быть такая на прорыв. Да, это точно. Это правда. Я вот каждое утро слышу, как он разговаривает там с рекрутерами, с моими людьми. Я говорю, я теперь, наверное, твое разуме на память знаю. У меня практика проходит. Мама ваша Сергея одобряет? Конечно, да. Она спрашивает, или я его не обижаю. Говорит, я спросила, или он меня не обижает. Но вы же не обижаете. Конечно, нет. Ну, что же так? Потому что никто так не обидит, как близкий человек. Нет, ну это все шутки. Да, вообще хорошая пара у меня так. Я на вас смотрю. Вот такая вибрация общая такая. Видимо из-за вот этого населенного пункта. Как называется? Андрюшовка. Андрюшовка. Народа много там в Андрюшовке? Двадцать тысяч, наверное. Ну, давайте так. Мы передадим привет тем, кто нас смотрит. Да, всем привет. Вот. И Андрюшовке отдельно. Если кто нас смотрит из Андрюшовки, или из Житомирской области в целом. Да. Житомир, Житомирская область. В Лос-Анджелесе. Но у вас еще, я помню, еще какой-то интервью на дне, да? Да, да. По ним денег еще он будет. Там и денег побольше. На том и позиция посерьезнее. Но если оставят, дадут тут, останетесь? Конечно. Там где-то на 30% больше майнинг дают. Просто из-за денег. И там автоматизация. Нужно знать. Как бы я в Лос-Анджелесе. Я буду первой КИА. Я буду все с нуля поднимать там в компании. Это серьезно. Да. Там как бы тоже будет чаллендж. Но здесь очень серьезные требования. И больше денег. И больше, я думаю, больше выучу. В общем, народ, кто там в Андрюшовке и Житомирской области в целом, значит, будете помогать, значит, прорываться. Вам будут задачи давать, а вы будете их решать в свободное время. Тем более мы в разных временных поясах. Вот когда он на работе, у вас ночь, вы будете помогать. Да. Все, ребята. Все. Пока-пока. Спасибо.